Всем доброе утро, сегодня 24 марта, мы уже с Богданом проснулись, сейчас 8 часов утра, Женя еще спит, Богдан уже покушал кашу тыквенную, вчера он вернулся от папы и бабушка передала тыквенную кашу, я варю себе яйца в смятку, чай Богдану завариваю, и сегодня мы планируем поехать в метро, потому что с завтрашнего дня вводятся ограничения в магазинах, я в прошлом видео немного некорректно сказала, не по 10 человек на магазин, а по одному человеку на 10 метров, но возможной очереди, поэтому мы сегодня еще хотим сделать некоторые запасы из таких продуктов, типа ультрапастеризованное молоко, йогурты, даже я боюсь, что поход в магазин раз в 3 дня или раз в 4 дня будет добавлять неудобства, поэтому мы сегодня решили поехать в метро, я попробую поснимать и показать вам как там дела. Вот что осталось от кормов, гурмет, буквально ничего, и от наполнителей в горшок тоже ничего нет, мы взяли вот этот метровский, а наш барс, который был, тут один только остался пакет, но он порванный, так уже знаете, не очень такие, конечно, радушные картины, мыло очень много, кстати, без мыла не пропадем, разных видов и даже сейфгард появился. Туалетной бумаги очень много, нет только обуховской, круп очень много разных видов, самый популярный отдел. Мы уже приехали из метро, Богдану буду насыпать суп, я вчера варила суп из подручных материалов, здесь куриное филе, картошка, морковка, вермишель и какие-то прованские травы засушенные, в общем, не хватает лука, но лука не было, но сегодня мы купили, варим супы, что под руку попадется. Здесь уже остатки его, потому что мы вчера к нему все плотненько приложились, потому что, в принципе, он получился вкусный. Филе не дает навара такого, и он получается прозрачный, некоторые жалуются, что филе сухое. Мне, например, нравится, я не жалуюсь, мне не сухое, хотя некоторые говорят, что суховатые. Итак, покупки, точнее, логичнее их назвать закупки, закупились так, чтобы прозапас было. Это мороженая рыба, это хек, здесь в упаковке 5 штук. Такие аккуратненькие рыбки, но есть, конечно, немного льда. А Богдан кушает тут на фоне. Купила вот такой вот польский плавленый сырок, лактима, чтобы намазывать на хлеб, на хлебцы. Груши 4 штуки, это конференция. Помидоры 1,4 кг. У нас просто очень много помидор уходит обычно. Мандарины Египет. Упаковка свиной язык, здесь 3 языка. Две пачки сока купили. Один вот такой вот наш сок виноград-яблоко. Второй мультифрукт. Были по акции в метро по 15 гривен. Куриное филе миньон порезанное, тоже была акция. Куриные крылья, наша ряба. 5 голеней. Я с ними обычно супы варю. 3 пачки молока ультрапастеризованного селянского. Вот их 3 пачки молока. Упаковка тряпок влаговпитывающих. Сметана пачка 15-пациентная простоквашина. Так, это сырки купила, будут храниться в холодильнике для Богдана Яготинские. Малина слива, банан, черника, персик. И два вот таких вот сырка растишка. Персик и клубника ваниль. Себе купила 4 йогурта живымка. Персик маракуйя. 3 упаковки сыра моцарелла. 2 пачки томатной пасты руна. Пол батона нарезного. Творог президент 5%. Хотела купить приправу и сушеную зелень. Но не только я, видимо, хотела купить. Поэтому оказалось, что этой приправы нет. Поэтому купила 2 пачки вот такой вот зелень к супу нарезанная. Маленькие пачки, очень дорогие. По 19 гривен вот такие пачки. Но я купила 2, чтобы хотя бы было, что добавить в суп. Это тоже польский сыр. Только это не плавленый сыр, а крем-сыр. Вот такой вот с зеленью и огурцами, по-моему. Соус песто. У меня заканчивается уже. Сухари панировочные. Лука побольше набрала. Еще пол батона нарезного. Тайт порошок. Кошачий наполнитель. Антиналет. Это противозвездковый налет. Эленор. Мистер Пропор купила, чтобы пол мыть. Всем пока. Нет, еще не пока. Сегодня еще блог снимаем. Положила Богдана спать на дневной сон. И сейчас разбираю мясо. Я мясо всегда перефасовываю из магазинных упаковок. Достаю, перемываю и раскладываю по порциям в отдельные пакетики. Здесь я уже все пораскладывала. Вот языки, голени. Вот мне надо 3 в суп, например. Я 3 и замораживаю отдельно. Иначе они потом там примерзают. И тяжело потом их расфасовывать. Филе тоже по порциям. Крылья тоже расфасованы по порциям. Сейчас все это буду класть в морозилку. Это суп мне здесь. Я Богдану в суп все филе выбрала из кастрюли. И себе, чтобы там было что-то мясное, сосиску порезала. Сейчас все это разложу. Покупки и буду тоже обедать. Здесь на улице солнышко. Но с тех пор, как вышло распоряжение запрета гулять на детских площадках и пребывать на спортивных площадках, у нас детская площадка пустая. Иногда только находятся одна или две мамочки, которые решают покатать деток на качели. Или вот как там вдалеке один какой-то человек занимается на брюсьях. Сейчас я буду готовить ужин. У меня остался рис, который был сварен раньше. И я решила сделать с ним что-то новенькое. Поэтому я буду делать рис с курицей. Я вот достала куриную грудку, порезала ее на кусочки. Замариновала в соевом соусе с вот такой вот приправой к курице. И здесь уже я порезала лук и потерла морковку на зажарку. Буду вот это вот обжаривать с мясом зажарку. И потом добавлю в сковородку рис. И немножко подтушу. Как раз рис у меня сварен такой рассыпчатый, тверденький. И если его немножко потомить с мясом и с зажаркой, я думаю, получится вкусно. Зажарка с курицей у меня уже готова. И сейчас я буду добавлять в сковородку рис. Переложила уже рис в сковородку. Залила водой немножко. Чуть-чуть совсем воды добавила. И добавила еще два вот таких соуса у меня были в холодильнике. Это обычный кетчуп гриль чумак. А это чумак, очень вкусный соус. У них есть к стейкам вообще супер. Кисло-сладкий манго соус. Кто вот любит кисло-сладкие соусы, похожий на кисло-сладкий соус из Макдональдса. Очень вкусно. Я вот немного смешала вот этот соус, кетчуп и добавила в сковородку. Он такой вот у меня. Каша-малаша. В общем, получается. Богдан тут стоит. А у папы, когда мы были с папой, то папа нашел старый свой телефон. Понятно. Так, вот этого блюда по количеству хватит на Женю. А Богдану я сейчас буду варить пельмени детские. У меня здесь осталось немного пельменей вот таких вот равиольки детские. И еще у меня тут детские пельмени три медведя. Я вот эти вот остатки возьму и еще из этой упаковки. Мы уже будем ужинать. Сейчас у нас уже пол восьмого. Мы уже поработали. Я уже доготовила для всех ужин. Салат. Богдану вот такие вот пельмени. Открыли мы помидорчики. Капуста осталось еще. Это Женин салат. Всем спасибо, кто провел этот день вместе с нами. Всем желаю держаться. Ждать окончания карантина. Всем желаю здоровья. Чтобы все были здоровы. Ваши близкие и вы сами. Кошка уже у нас ужинает. Все. Всем пока-пока. Всем до скорых встреч. До встречи.